добрый день сегодня у нас на нашем канале омзап интересный автомобиль это kia shoma 2002 года в автомобиль прошел уже но мы еще посмотрим сколько он прошел более достоверно приехал он по какой причине владелец говорит что начал жрать масло и решил поменять двигатель потому что ну как бы заморачиваться с его ремонтом он желания нету и тем более у нас на есть новые двигателя абсолютно поэтому просто решил сделать небольшое то виде замены мотора как бы автомобиль не свежий под капотом здесь все довольно таки грязно видно что тут что-то течет что примечательно автомобиль без катализатора уже удалили катализатор перепрошили ну чтобы не разрушала там ничего в принципе обычная шума обычного 2002 года итак смотрите какой салон на этом автомобиле все очень ухожено следушки как новые обшивочки тоже то есть как бы кондиционер магнитолка модная все просто замечательно выглядит и потертый руль но это конечно пробег сказывается и года но несмотря на то что 2002 года она просто замечательно выглядит просто отличный автомобиль пробег у нас 229 тысяч девятьсот девяносто шесть километров 2002 год напоминаю и как бы для этого пробега и этого состояния автомобиля за ней видно что очень хорошо укаживали даже если посмотреть на кнопки стеклоподъемников то в принципе они особо даже не затерты не обшивки дверей не ручки ничего особо не попорчены магнитолка пионер принципе неплохо звучит вот автомобиль как видите используется для курсов вождения там есть дополнительные педали поэтому если вы будете учиться в этом автомобиле знаете в нем новый мотор так соответственно будем сейчас снимать мотор автомобиль на механике так что будете если проходить курсы вождения это будет вас полноценная б-категория а не только для автомата днище на автомобиле снизу грязновато есть элементы коррозии как бы 2002 год ничего удивительного в целом в принципе для второго года очень все неплохо выглядит все дырочки есть но не насквозь в смысле ржавчина вот в основном вот видите тут все хорошо даже есть антикор какой-то заводской глушитель целый менялся никогда не менялся на вид как родной стоит правда у нас был такой вопрос клиент задавал откуда может появиться вибрация посмотрите подушки когда мотор будет снимать я так заглядывал конечно там перед съемом на них посмотрел вроде целые а потом мы сняли защиту и поняли что подушки тут вообще ни при чем потом клиент вспомнил что оказывается на даче чуть-чуть забуксовала в этом потом джип пытался вытащить какой-то соседский или трактор и неплохо он тут себе подставку под коробку какую-то такую набил хорошую что она потом засохла и вибрация пошла как далее у нас тут есть небольшие течи сейчас будем все снимать и по мере съема определять что мотор как бы нас уже особо мало интересует мотор этот идет на выброс либо на продажу либо на ремонт но он как бы еще на ходу но жрет масло жрет на 2000 полную замену а мы поставим новый вот этот вот красавчик сюда сейчас встанет и все и можно в автошколе учиться смело то есть не переживая что там что-то произойдет главное сцепление не бросайте а то клиент сказал будет по ногам и по рукам бить если резко будете бросать сцепление это для учеников автошколы видео итак мы тут понемножечку все раскидали там вы как видите там подвесочку раздвинули компрессор кондио шланги подкручивали гур там ремешок подснимали мы будем в сторону отводить ну и так сразу тут болтики открутил что для потом удобнее было выдергивать коробку из двигателя а сейчас мы остановились на чем что нам сейчас нужно технические жидкостя слить то есть масло двигателя мы будем сливать еще менять масло в коробке и естественно антифриз посмотрим какое-то маслечко всем интересно пробочка что удивительно здесь уже стоит не оригинальная клиент говорит такая была о какое масло красивая как будто там колец поршнях вообще нет кстати смотрите видите бронзой отливает масло это говорит о том что скорее всего шатунные сладости тоже плохом состоянии либо да это больше принципе нечего такой цвет очень черное масло давно менял она жрет умные подливают недавно менял все время свежая пробочка я вам как эксперт скажу это рено потому что у меня рено я знаю что пробочка от рено подходит на спектр если у кого нету оригинальный можно от рено купить и так масло с двигателя кстати посмотрите ну литра наверно два с половиной не больше не густо в общем там было слова клиента подтверждается что-то масло нет нифига в коробочке чистая в принципе меняем для профилактики как бы все равно разбираем его тут немного поэтому можно смело сливать там всего там два или два с половиной в принципе сейчас дождем же пока стекут жидкости и туда сюда можно выкидывать мотор из машины он тут уже не нужен что мотор мы достали что нам осталось нам осталось снять коробку снять выпускной коллектор переставить гур естественно кондей нужно прикрутить вместе с кронштейны ну в общем переставить навесное оборудование с этого мотора на наш новый мотор вот стартер там проводочка и в принципе можно будет его втыкать обратно вот из дополнительного что мы увидели что подтекает сальник они сальник датчик заднего входа видите прямо из-под разъема маслечка бежит по коробке плюсом разбита втулочка на кулисе вот тут вот просто их даже не просто разбито их просто нет вот и течет сальник правого привода кстати со слов клиента он новый но почему-то он все равно течет ставили не мы ставили наши конкуренты поэтому клиент ним поедет и будет решать этот вопрос потому что как бы новая запчасти она не работает как бы как не должно быть в принципе сейчас мы его переставим всю на весуху мотор я же говорю у нас комплектные с генератором впускным коллектором на нем новое сцепление установлено старые детали которые мы будем переставлять мы конечно же спала с ним чуть-чуть чтобы они выглядели покрасивее и будем втыкать все обратно так дорогие друзья мотор мы укомплектовали коробочку как вы видите отмыли все очистили генератор здесь новость новлин стартер поставили родной он с мотором не идет в комплекте подключили все разъемчики что нужно провода установили натянули все ремни поставили гур гурт от мы и компрессор кондиционера отмыли всего прикрутили на место коллектор ну как бы все готов двигатель установки в принципе что мы сейчас и сделаем ну что наша прекрасная шума наконец-то обрела новое сердце смотрите как все тут у нас красиво смотрится все помыли все почистили все привели в порядок поставили как нужно пропустили все разъемы как нужно все провода сейчас попробуем как он заводится запускаете пол тыка вообще и считаете что у нас машина 2002 года она теперь как новая ну как минимум у нее новый двигатель абсолютно поэтому ставьте лайки пишите ваши комментарии что вы думаете по этому поводу и добро пожаловать наш тех-центр ждем вас